В Красном переулке сегодня одесские активисты протестовали против застройки в центре города. Речь идет о печально известном доме Мангуби, старинном особняке, превращенном стараниями городской власти в руины, а стараниями застройщиков – многоэтажную гостиницу на месте архитектурного достояния. Одесские активисты и общественники провели траурную церемонию прощания с одним из шедевров одесской архитектуры, дома Мангуби, буквально похороненным стараниями нынешней городской власти. Здание – это угловое, одной стороной выходит на знаменитую Дерибасовскую, второй – в Красный переулок. Состоит из двух. Строение одно полностью снесено, вместо него воздвигнута многоэтажная гостиница. Вторая часть архитектурного ансамбля вот-вот прикажет долго жить, после того, как владельцы особняка отреставрируют и его, надстроив сверху еще несколько этажей. Власти не предпринимали никаких движений, чтобы эту стройку приостановить. Движения, собственно, такие могли быть. Это подача в суд, быстрое решение суда, потому что здесь суд сам решает, но на наш взгляд все достаточно однозначно. И после этого получается санкция на приостановление стройки, и можно уже проникать в помещение. Есть очень много механизмов, как это можно было не только остановить, но еще и обязать инвестора хотя бы привести высотность в норму, если он уже разрушил памятник, а в принципе, по большому счету, все вернуть в прежний вид. О проблемах безобразной застройки центра города в новостях круга говорили неоднократно. Так, еще 1 апреля, вышел сюжет о незаконном строительстве гостиницы на месте особняка. Уже тогда самый юмористический день одесситам было не до смеха. В шоке неприятно. Почему? Потому что, знаете, как работа. Мы вот случайно попали вдвоем в отпуск. Пришли на Дерибасовскую и не можем понять, где то было, что было. Мы пытаемся вспомнить, какой здесь был дом. О том, что застройка – это незаконно, теперь подтверждают и документы, выложенные в социальных сетях бывшим начальником управления культурного наследия Одесской облгосадминистрации Владимиром Мещеряковым. По документам видно, что еще в ноябре 2015 года городское управление по охране культурного наследия, приняв к сведению решению экспертной комиссии по вопросам внесения объектов культурного наследия Госреестра и областной организации Украинского общества охраны памятников, изготовило новый паспорт памятника, исключив из его состава оба здания. Если это согласовал и Минкуль, то, выходит, чиновники задним числом озаконили на холстрой. С другой стороны, приказом Министерства культуры и туризма Украины от 16 июня 2007 года строение внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. А стало быть, любая перестройка, надстройка и застройка здесь незаконна. Впрочем, когда это останавливало наше городское руководство во главе с головой Геннадием Трухановым? Часть дома усилиями управления охраной памятников была выведена из статуса охранного объекта, ее снесли и, по сути, началось новое строительство на территории дома памятника. Вот продолжается уже с начала 2015 года. С этим домом мы прощаемся уже однозначно. И поймите, не только с этим домом, с этим видом. С этим видом мы должны понимать, что вот такой вот видовой точки на Старую Одессу уже больше не существует. Активисты и общественники возложили траурный венок к убитому мэрии памятнику архитектуры. На память о том, что когда-то здесь была архитектура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова